Твердый знак НДС на большинство услуг аэропортов для зарубежных рейсов об 0 от сиюля. Твердый знак НДС на большинство услуг аэропортов для зарубежных рейсов об 0 от сиюля. 8.35 РИА Новости. Евгений Бетов, пассажир и табло в терминале ПИИ Международного аэропорта Шереметьево. РИА Новости. Евгений Бетов, пассажир и табло в терминале ПИИ Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото. Москва, 25 фифрия новости Правительство РФ с 1 июля обнулит НДС практически на все услуги российских аэропортов для зарубежных рейсов При этом для внутренних рейсов будет введена стандартная ставка 20% Пишет газета Коммерсант со ссылкой на проект постановления Кабмина Проект постановления правительства С 1 июля вводит нулевую ставку по налогу на 42 аэропортовые услуги, предоставляемые для зарубежных рейсов Одновременно вводится стандартная ставка 20% на те же услуги, предоставляемые для внутренних рейсов Постановление приводит законодательство в соответствии с налоговым кодексом, поправки к которому вступят в силу с 1 июля, пишет газета Отмечается, что сейчас о 6 основных услуг аэропортов как на внутренних, так и на международных рейсах не облагаются НДС взлет Посадка и стоянка судов, обеспечение авиабезопасности, заправка авиатопливом, его хранение, аэронавигационное обслуживание Как сообщает издание, такая ситуация не позволяет аэропортам получить возмещение входящего НДС из бюджета, поэтому налог фактически закладывается в цену услуг При этом по остальным услугам действует НДС в размере 20% Согласно пояснительной записке к поправкам к налоговому кодексу, из-за обнуления ставки НДС на услуги для международных рейсов бюджет потеряет, аэропорты получат 29 миллиардов рублей в 2018-2021 годах, пишет газета 21 января, 16-3 В Минэкономразвитии оценили влияние повышения НДС на инфляцию Собеседники коммерсантов в авиакомпаниях утверждают, что законопроект лоббировали представители аэропортов Входящий НДС для них не меняется после принятия новых правил, зато исходящий НДС после поправок опустится до нуля В этой ситуации у аэропортов есть два варианта – снизить цену на услуги или оставить ее прежней, увеличив собственную маржу, отмечает издание При этом в Домодедово газете заявили, что действующие правила искажают экономический смысл НДС и приводят к двойному налогообложению Отмена льготы по НДС для услуг аэропортов представляется важной для развития инфраструктуры аэропорта и снижает нагрузку на авиакомпании в части отвлечения денежных средств на оплату аэропортовых услуг с выручки по международным перевозкам, которые также облагаются по нулевой ставке, сообщили там Вчера, полночь 31 в России изменились правила посадки в самолет